Вопросы, которые были поставлены венгерской стороной в ходе сегодняшних переговоров, решены именно в том ключе, в котором они были поставлены нашими венгерскими друзьями. Первое, мы готовы, ну не мы, Газпром, а хозяйствующий субъект, готов перенести невыбранные объемы газа венгерскими партнерами на следующие периоды. Первое. Второе, Венгрия освобождается от выплаты так называемой ТОКП, то есть оплаты за недополученный газ. Это не проблема, с Газпромом партнеры договорились между собой. Ну и еще один вопрос, о котором господин премьер-министр не вспомнил, это расширение использования подземных хранилищ. Как понятно, наличие таких хранилищ позволяет Венгрии свободно, без всяких проблем, проходить зимний-осенний период. И Газпром, в принципе, не возражает против увеличения хранимого там объема газа. Понимаете, поскольку мы все время возвращаемся к Южному потоку, мне, видимо, придется пояснить, что мы не отказывались реализовать этот проект. Мы не отказались от Южного потока. Нам просто не дали его осуществить. Есть некоторые детали, которые я считал известными, но, видимо, должен сказать об этом еще раз. Значит, в апреле прошлого года Европарламент принял решение, согласно которому Южный поток был признан не только не перспективным, а вредным для Европейского Союза. А после этого Еврокомиссия направила в Болгарию письмо, в котором потребовало прекратить всякую подготовительную работу. Кроме этого, мы должны были получить разрешение голландского регулятора, как-то не покажется странным, на работу на морском участке, поскольку Южный поток в целях оптимизации налогообложения был зарегистрирован как международная компания в Голландии. С опозданием на четыре месяца, не скрою, неожиданно для меня, голландский регулятор такое разрешение дал. Но в соответствии со строительным контрактом, строительная итальянская компания «Дочка Эни» должна была немедленно начинать работу в море. Ну как же мы могли дать ей возможность начать работу в море, если у нас нет разрешения на вход на болгарскую территорию? Ну бред какой-то. Мы просто вынуждены были, закрыть весь проект, вот и всё. Мы не отказались от него, нам не дали его реализовать. Возврата к Южному потоку в том виде, в котором он был ранее заявлен, конечно, уже быть не может. Мы договорились с турецкими партнёрами, а Турция после Федеративной республики Германия, если мне память не изменяет, является вторым по объёмам закупок нашего газа партнёром в Европе для «Газпрома». Это очень большой рынок. Мы в Турцию должны увеличивать по просьбе наших турецких партнёров объём. Мы в любом случае будем строить туда систему газовую. Мы готовы её построить в таком объёме, чтобы через Турцию этот газ мог уходить и в Европейский Союз. При этом мы не собираемся никого не наказывать, ни на кого обижаться. Если логистически это возможно, мы готовы и в Болгарию потом пойти. Нас сегодня Еврокомиссия об этом просит уже. Мы готовы пойти через Грецию. То есть мы не собираемся ничего закрывать, не собираемся себя ни от кого отрезать. Но это уже вопрос логистики, где выгоднее, где экономичнее. Но если нам будут помогать, а если будут мешать, то тогда это не наш выбор, просто тогда это решение той же Еврокомиссии наших европейских партнёров. Если мешать не будут, то мы, по сути, часть бывшего Южного потока можем реализовать через Турцию. Но, например, можем использовать наши договорённости и совместные предприятия с Венгрией, с Сербией, с другими партнёми. Можем выйти через Баумгартен, через Австрию. Всё это возможно, если будет желание у наших партнёров к сотрудничеству. Ну, вот сейчас мы такие переговоры ведём, но отказываться от сотрудничества с Турцией мы не будем. Не только потому, что это неприлично. Мы договорились с турецкими друзьями, а теперь, скажем, нет, нам Европа что-то другое предлагает. Но и мы можем поставить себя в дурацкое положение. Сегодня Еврокомиссия отказалась, завтра согласилась, а пусть завтра возьмёт, опять откажется. Поэтому мы призываем к серьёзному, долгосрочному партнёрству. Так, как это было в предыдущие многие годы, Россия всегда была очень надёжным партнёром, таким и будет оставаться в будущем. Уважаемый господин президент, если вы позволите, я добавлю ещё одно замечание в отношении того, что произошло. Давайте не будем ничего скрывать. Есть такие мысли и такие планы в Европе, которые представляют себе или думают, что без России можно гарантировать энергетическую безопасность, и энергетический рынок в Европе. Есть такие, которые думают, что это возможно, и есть такие стремления, которые Россию не хотят вовлекать в конкурентную борьбу, а мы считаем, это было бы хорошо, а хотят её оттеснить, вытеснить из Европы. Но тот, кто считает, что европейская экономика или Европа будет конкурентоспособной без сотрудничества с Россией, и тот, кто думает, что в Европе можно гарантировать энергетическую безопасность без энергоносителей, поступающих из России, тот лелеет иллюзией. Они не имеют под собой никакого основания, поэтому мы должны искать сотрудничество. Вопрос заключается в том, какую форму мы найдём. Южный поток, к сожалению, отпал. Ещё хорошо, что Северный осуществился. Венгрия абсолютно привержена для продолжения инвестиций. Венгрия несёт двойную ответственность, потому что Сербия получает через Венгрию газ, который необходим для её выживания, поэтому мы несём ответственность и перед ними. Вчера вечером я лично вёл переговоры с премьер-министром Сербии о возможных решениях, и у Венгрии, и у Сербии есть возможные предложения. Мы с Македонией говорили об этом, и с Грецией вели об этом переговоры. Так что для Венгрии была бы хорошая та инвестиция, которую турецкий газ везёт через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию. Сможем ли мы это осуществить? Это вопрос будущего. Во всяком случае, господин президент Путин меня обнадёжил. Может быть, это сюда не относится, но, может быть, вы поймёте, почему я доверяю тем соглашениям, которые я с господином президентом заключил. Я видел, что происходило с 1998 года, всё, что происходило в России. Я видел, что произошло и при предыдущих президентах, и видел изменения, которые до 2002 года произошли. Я могу вам сказать, что всё, о чём бы я не договаривалась с господином президентом Путином, до сих пор это может касаться любого вопроса. Россия всегда выполняла. Поэтому я надеюсь, что и этот проект будет успешным. Продолжение следует...